Как опытная и заботливая мама троих сыновей Оксана Кириенко знает, профилактический осмотр у педиатра и прививки – важная родительская обязанность для блага ее детей. Старшему сыну Оксаны 6 лет, младшему – Роме – полтора. И на не самую приятную процедуру – прививку. Он реагирует как настоящий мужчина и сознательный пациент, не проронив ни слезинки. Оксана признается, к вакцинации она относится ответственно и осмотрительно, а потому все ее дети привиты в соответствии с национальным прививочным календарем. Мы всегда все делаем прививки и стараемся не отходить от графика. Но бывает, что если попадает прививка в зимний период, мы откладываем на лето. Потому что прививки нельзя делать, когда даже ребенок, у него даже появляется насморк, кашель. Мы исключаем это. И уже когда полностью он выздоравливает, тогда мы решаемся все-таки, что они все-таки нужны. Победное шествие прививок по планете началось в далеком 1796-м, когда английский натуралист и врач Эдуард Дженнер коровьей оспой привил мальчика, тем самым обезопасив его от оспы натуральной, которая многие века миллионами выкашивала человечество. Последний случай заражения натуральной оспой датирован 1977-м годом. Официально о полном и абсолютном истреблении болезни Всемирная организация здравоохранения заявила в 1980-м. С течением времени ученые нашли способ спасать и от других серьезных заболеваний. Сейчас в Беларуси от кори, дифтерии, столбняка, паротита, туберкулеза, гепатита B и полиомиелита людей защищают прививки. Полиомиелит, к слову, который еще примерно 60 лет назад был одной из ведущих причин инвалидизации перенесших заболевания, в Беларуси уже более 20 лет не встречается совсем, как и ряд других болезней. С учетом этого, с 1 мая прошлого года у нас упрощен календарь профпрививок против полиомиелита и две прививочки, которые обычно делались 1,5-2 годика, они отменены в календаре профпрививок наших деток. В отношении случаев заболеваемости столбняка уже более 40 лет не регистрируются. В отношении заболеваемости дифтерии более 35 лет случаев дифтерии, по крайней мере, в Республике Беларусь нет. И хотя польза и эффективность массовой вакцинации доказана десятилетиями и миллионами сохраненных жизней, противников этого метода профилактики заболеваний из года в год меньше не становится. Их основной аргумент «мы не прививались и ничем не болеем» держится благодаря тем, кто от прививок не отказывался. Коллективный иммунитет, сформированный массовой вакцинацией, их защищает. Но чем больше отказов, тем выше риски этой защиты лишиться. Это доказывает пример ряда стран. В Испании, Италии, Франции вспышка кори. В Украине полиомиелита, увеличение заболеваемости коклюшем, случай смерти детей от столбняка. Враг, казавшийся почти поверженным, снова может вернуться и быть еще более опасным. И иммунологи подчеркивают, именно вакцинация не позволяет болезням вернуться и подрывать здоровье людей. Вообще было доказано, что процент охвата прививками для создания коллективного иммунитета, а это предусматривает невозможность циркуляции данного вируса в нашей популяции, для взрослых это 95% охвата прививками, для детей не менее 97%. Медицина не стоит на месте. Ученые бьются над ответами на важные и сложные вопросы в попытке обезоружить еще одну опасную инфекцию или смертельный вирус. И пока средства более надежного и эффективного, чем прививка, нет, пожалуй, стоит выбирать его, как способ защитить то самое дорогое и важное, что у нас есть – дети, их здоровье и их будущее. Иолан Табудила, Гаджан Батырджанов. Новости Гродно+.